Здравствуйте! Вы смотрите программу «Разговор по душам» в студии Галина Топилина. Мы ищем ответы на вопросы, которые волнуют многих и могут коснуться каждого. Сегодня мы продолжаем говорить про обсессивно-компульсивные расстройства. В гостях у нас сегодня психотерапевт Владислав Андропов. Владислав, здравствуйте! В прошлой программе мы разобрали, что такое обсессивно-компульсивные расстройства, проговорили какие-то отдельные моменты, ситуации жизненные, которые могут в какой-то степени указывать на это расстройство, если выйдут из-под контроля. И завершили мы прошлую программу последствиями, к которым приводят эти расстройства. Давайте продолжим сегодня эту тему. И все-таки еще про само вот это вот заболевание. Выделяют ли в специалисты какие-то стадии вот этого расстройства? От чего к чему? Ну, в принципе, тут можно как бы выделить стадии. Вначале это, как правило, только навязчивые мысли, потом уже появляются навязчивые мысли и навязчивые действия, то есть ритуалы. Ну, это вот основная здесь стадийность. И может так еще быть, что останутся, наоборот, одни только ритуалы, одни действия. А есть ли у этого состояния какая-то вот точка, какой-то вот, например, пик вот, после которого отпускает? Ну, вот как в тревожных расстройствах, например, страшно-страшно, потом вроде как немножко легче становится в какой-то момент, так волнообразно. Вот здесь есть такое? Ну, тут, знаете как, бывают спонтанные ремиссии, но они не такие частые. Это где-то 20% людей, у которых возникает спонтанная ремиссия, но потом все равно через некоторое время, как правило, как бы эта симптоматика опять появляется. А в основном оно утяжеляется и утяжеляется, это расстройство. Как ставится диагноз? Диагноз ставится, ну, на основании диагностики. То есть нам вначале нужно исключить какие-либо другие заболевания, которые могут быть связаны с данным, как бы, расстройством, с данной симптоматикой. Если это пришли с ребенком, там, возраст 10-15 лет, да и, в принципе, для всех остальных тоже это считается, как бы, эталонным. Мы вначале назначаем обследование, это кровь, анализ крови на различные воспалительные составляющие. Это териотропный гормон, гормоны щитовидной железы, вот. Это обязательно провоктин, ну и весь остальной спектр. То есть нам нужно исключить как раз-таки инфекционную составляющую, которая может быть, особенно у ребенка, являться причиной развития обсессивно-компульсивного расстройства. Вот. Далее обязательно проводится электроэнцефалограмма, проводится, желательно, проведение магнитно-резонансной томографии головного мозга. Тут опять же собирается анамнез, и какие еще у человека в жизни были заболевания, травмы, травмы, возможно, головного мозга. То есть уже на основании этого идет определенный перечень диагностики. Конечно, в 76% в анамнезе у человека с ОКР тревожная симптоматика различная. Также высок процент аффективных расстройств, особенно рекуррентной депрессии у человека с ОКР в анамнезе, это 63%. 23-32% это сопутствующие обсессивно-компульсивные расстройства личности. Ну или тем более, там, допустим, обсессивно-компульсивные акцентуации личности. То есть методом исключения ставится? Ну, методом исключения и длительность. То есть это должно, как бы навязчивые мысли у человека должны быть не менее двух недель, в принципе. А можно ли полностью... Ну, нет, давайте сначала с тем, как строится лечение. Что вы делаете? Это только медикаментозное какое-то лечение или что-то? Нет, вообще основным стандартом лечения обсессивно-компульсивного расстройства, а точнее, как бы невроза навязчивых состояний в прошлом так называлось, это психотерапия. Какая это может быть психотерапия? То есть на первых этапах это, конечно же, когнитивно-поведенческая психотерапия. В принципе, как бы используется и психоаналитические подходы, клинический психоанализ в лечении невроза навязчивых состояний. Используем фармакологию в тех случаях, когда у человека очень выраженные симптомы, которые ему мешают жить. То есть очень выраженные навязчивости, очень выраженные компульсии. Тем более, если появляются суицидальные мысли или попытки, это обязательно добавление фармакологии. Это, как правило, антидепрессанты, нейролептики. Он для этого используется. Вот это как бы два основных, то есть психотерапия и фармакотерапия, это два основных направления в лечении обсессивно-компульсивного расстройства. То есть, еще раз, давайте акцентируем внимания на это. Человек сам не может преодолеть эти обсессии, компульсии. Если он их сам может преодолеть, то у него нету обсессивно-компульсивного расстройства. Ну, когда он понимает, что он больше двух недель об этом думает, или там что-то делает, или видит окружающее это, самому невозможно это преодолеть и сказать, я об этом думать не буду, я это делать не буду. Усугубит все это. Да, да. А вот на вашей практике, как чаще бывало, люди сами приходят или все-таки их кто-то приводит? Сами обращаются. То есть, понимают и осознают, что... Да, люди обращаются сами, как правило, то есть, они же вменяемые, это же не психотическое какое-то расстройство. Сами обращаются, потому что это расстройство их очень мучает. Можно ли полностью вылечиться от ОКР? Сложный такой момент. Есть точного процента полного излечения, вот этого нету, это же нужно человеку тогда, получается, как-то наблюдать в течение всей его жизни абсолютно. Там много чего-то может еще произойти, что у него как бы уже там не будет предпосылок, допустим, к развитию ОКР. А бывает, человек всю жизнь так или иначе возвращается у него эта проблема. Просто если он получал качественную психотерапию, то он овладел методами самопомощи, он знает причины развития той или иной вот этой вот навязчивой симптоматики. И ему уже в последующем, даже если у него идет какое-то обострение этого состояния, ему проще с этим как бы разобраться. Но, как правило, обострение – это различные психогенные факторы. То есть у каждого они свои. То есть человек, например, может погрузиться в работу, очень много от этого переживаний, связанных с работой, не высыпается, и у него раз начинает появляться навязчивая симптоматика. Тот, кто уже это дело проходил, он знает, что ему там не нужно перерабатывать, например. Не нужно работать больше пяти дней в неделю, больше восьми часов в день. Если он это все как бы соблюдает, такая гигиена некая происходит, то у него вероятность рецидива ОКР будет намного ниже. А вот, кстати, может быть, есть какие-то приемы, которые помогут людям, ну, как-то вот не скатываться, может быть, в ОКР в момент, когда возникают эти мысли, ну, там вот в течение какого-то недлительного времени, диагноз еще ставить рано, ну, вот пограничное такое состояние. Основной прием здесь – это как раз-таки идти вот в эту вот навязчивую мысль, не гнать ее от себя, не пытаться ее как-то там закрыть, сменить фокус внимания на нее, это не работает. Нужно, наоборот, пойти туда и попытаться понять вообще, что это за мысль, пофантазировать на тему этой мысли, ее разогнать на самый максимум. И в конце концов она станет, ну, в какой-то степени курьезной. У человека, как бы, критичность-то она сохраняется, и просто-напросто ему эта мысль станет смешна и неактуальна. Это как первый вариант, момент. А второй очень важный фактор, ну, это принятие себя. В какой-то степени, если человек гонит свою какую-то навязчивую мысль от себя, он ее, то есть, не принимает, а значит, он не принимает какую-то часть себя, отрицает. И здесь вот надо работать над принятием себя. А можете привести пример какой-нибудь разгона вот этой мысли до курьезного состояния? Молодая мать хочет убить своего ребенка. У нее эта мысль просто вначале проскакивает, как автоматическая. Ой, я сейчас, например, брошу ребенка на пол. И она уже ее пугается, пытается ее контролировать, совершает уже определенные ритуалы, например, начинает, ну, перестает, там, подходить к ребенку, там, либо начинает еще себя окружать людьми, чтобы они за ней следили, чтобы только она в присутствии с кем-то ребенком занималась. Это все усугубляет УКР. Если она начнет вот эту мысль у себя раскручивать, тут, понимаете, как бы фантазия, она очень индивидуальна. То есть, она может себе начать представлять, как она это делает, как она ребенка бросает на пол. Понятное дело, не держа ребенка у себя в руках, например, а вот просто у нее эта мысль бы появилась, она ее, например, начинает с ней работать, играть. А вот я сейчас в мысли бросила ребенка на пол, и что там дальше происходит, например, у нее дальше развивается фантазия, что пришел муж, вызвали скорую помощь, все близкие родственники увиделись, отвернулись от нее, муж с ней развелся, ее поместили в психиатрическую больницу там или в тюрьму за насилие над ребенком. И вот как это вся дальше ситуация? И как бы вот эту мысль уже такую развернутую, ее можно проанализировать, и там очень много будет различных иррациональных составляющих. Это достаточно длительный процесс, и для этого специальные ведутся когнитивно-поведенческие дневники, где вот эта вся информация собирается, и потом уже анализируется. Вот тут вот так сходу как бы не сказать. Да, как-то не очень курьезно-то получается. Ну, там как бы, тут такой немножко, да, другой пример. Тут может быть, если курьезно, это может быть связано больше, допустим, со стыдом. Человек, например, боится, что у него там, я не знаю, расстегнется ремень и упадут штаны. И его эта мысль постоянно преследует. И он там постоянно ходит, придерживает себя за ремень или перепроверяет, там, застегнут ли у него ремень, застегнут ли у него ширинка. И на эту тему он тоже может себе, допустим, пофантазировать, и как это будет, допустим, там, оригинально выглядеть. И что на самом деле, ну, ничего такого страшного не произойдет, если у него вдруг случайно упали эти штаны. Хорошо. Еще хотел бы поговорить с вами о связи ОКР с чувством страха. Длительное пребывание в страхе, оно приводит к ОКР или так это не работает? Длительное пребывание в страхе поподробнее. Это что значит? Как это длительное пребывание в страхе? Ну, вот в прошлой программе тоже вот с вашим участием мы разбирали тему страхов, фобий, говорили о том, что в целом вот с фобиями можно жить. Например, когда там боишься высоты, все равно приходится летать на самолетах, и ты это все преодолеваешь, но все равно трамбуешь как-то в себе эти чувства страха. Вот систематическое преодоление, оно может в конечном итоге привести к ОКР? Они же все равно будут мысли о том, что я нахожусь высоко, я могу упасть, удавиться, убиться. Ну, смотрите, вот тут по-разному. Одно дело, вот это как раз-таки трамбовать постоянно свой страх, страх, и это, да, это может привести к эвцессивно-компульсивному расстройству. Другое дело, работать со своим страхом и его осваивать, как-то именно пытаться его для себя принять, что да, я могу бояться, да, могу сейчас вот испытывать страх, но в принципе, как бы это меня не убивает. И вот это с меньшей вероятностью приведет, то есть вот это принятие страха и осваивание его, оно не приведет к развитию ОКР, а как раз-таки, когда это все трамбуется, вытесняется, то это уже повод, да, для, как бы, для развития ОКР в том числе. Ну, а как сделать, чтобы страх, он не перешел к ОКР? Как с ним работать надо? Как его осваивать? Клаустрофобия, надо ехать в лифте. Я боюсь, но надо. Ну, не обязательно сразу садиться и ехать в лифте. Можно же, например, просто представить себе это, как ты едешь в лифте, и с этими мыслями тоже поработать. Но это, понимаете, как бы, это уже больше не для самостоятельной работы, а для работы, как минимум, с психологом, потому что сам ты там можешь не заметить как раз-таки различные свои такие вот автоматические, рациональные мысли, ты можешь их просто сам не заметить, не зафиксировать. Поэтому здесь и нужен второй человек, который поможет тебе эти мысли, как раз-таки обратить на них внимание. Так же, как, например, страх высоты, вот вы сказали, он, понимаете, может быть таким, что у человека, когда он, например, стоит где-нибудь на высоте, на горе какой-нибудь стоит над обрывом, смотрит вниз, у него появляются навязчивые мысли выброситься туда, сброситься с горы. И они его начинают как бы преследовать, усиливаются в этот же самый момент. И, то есть, вот этот вот страх, который, он как бы может быть не совсем высоты-то быть, а вот как бы связан с такими навязчивыми мыслями о самоубийстве. И здесь тоже идет такой, как бы, по сути, гиперконтроль этого состояния. Он пытается уйти сразу, то есть избегать каких-то высот. И это вот очень взаимосвязано. А расскажите еще о связи ОКР с другими какими-то расстройствами психики. Есть наверняка какие-то, может быть, исследования? Вообще есть понятие как бы коморбидности. То есть, в принципе, ОКР может быть практически, не практически, при любом другом заболевании психики. Но тут больше как бы по восходящей. То есть, чем тяжелее основное заболевание, и оно, допустим, находится в обострении, там не будет тогда ОКР. А вот, например, если заболевание даже тяжелое, например, шизофрения или какое-то органическое поражение головного мозга, или там тяжелая эндогенная депрессия, если на данный момент она находится в ремиссии, то там уже может и дополнительно развиться, например, обсессивно-компульсивное расстройство. Вот. Но тут еще тоже важный фактор, потому что именно когда в ремиссии человек находится при тяжелом заболевании, у него появляется энергия. И вот энергия, она нужна тоже для обсессивно-компульсивного расстройства. Когда этой энергии нет, то как ты будешь вот эти вот мысли вытеснять, как ты будешь пытаться контролировать, если у тебя нет энергии? Для того, чтобы что-то контролировать, нужны силы. А вот, например, на фоне, наоборот, тяжелого ОКР уже могут появляться, например, ну там уже именно психогенная депрессия. То есть, еще раз, получается, когда есть какое-то психическое расстройство, в периоды ремиссии появляется вот это вот ОКР. Может появиться ОКР, да. А в итоге и само ОКР может привести к другому психическому расстройству. Ну, допустим, само ОКР, оно не приведет, там, допустим, к шизофрении. Это невозможно. Оно не может привести к шизофрении или к органическому поражению головного мозга. Это, ну, абсолютно никак невозможно. Но просто-напросто тут все равно нужна диагностика. Может быть, у человека была вообще сама по себе вялотекущая шизофрения, которая не была диагностирована. А сейчас у него появилась, например, ОКР, которая начала сильно очень развиваться. А потом, как бы, вот потом, например, там, как бы уже выявили шизофрению на этом фоне. То есть, здесь диагностика нужна обязательно. Поэтому тут нужно с таким, как бы, расстройством обращаться. По крайней мере, одна консультация или несколько консультаций должно быть у психиатра или у психотерапевта-врача. А потом уже, там, допустим, да, точно определились, что это невроз. И человек, там, допустим, пошел уже к клиническому психологу заниматься психотерапией. А у вас в практике были какие-то такие случаи, когда, ну, вот, комбинировались какие-то, может быть, состояния и диагнозы, но вы понимали, что здесь ОКР, и здесь надо, в первую очередь, именно с ним работать? Тут все, да, зависит, понимаете, как бы, допустим, даже у человека на данный момент ремиссия по, допустим, шизофрении. Но он обращается по поводу ОКР. Там ты ему, понятное дело, оказываешь помощь по поводу ОКР, в первую очередь. Но у него есть все равно какое-то поддерживающее лечение по поводу диагноза шизофрения. Ты это учитываешь, это поддерживающее лечение, и уже корректируешь свою фармакотерапию. А плюс еще корректируешь психотерапию. Потому что здесь, возможно, допустим, здесь будет не показано, например, ДПДГ. Сейчас очень модное, это такое направление, когда работают со зрачками, то есть сдвигают там фокус движения глаз. И вот здесь это может вызвать обострение основного заболевания. Или, например, тот же самый гипноз. Здесь будет не показано человеку с ремиссией по шизофрении работать, допустим, в каких-то трансовых методиках с ОКР. Здесь это не будет показано. Или, опять же, допустим, какая-то глубинная психоаналитически ориентированная психотерапия, она тоже здесь будет не показана при шизофрении, потому что может дать обострение. А ОКР, это состояние, оно опасно для окружающих, требует изоляции? Нет. Это состояние, которое лечится амбулаторно, никаких показаний для изоляции не требуется, если только, допустим, при каком-то очень тяжелом ОКР человек, допустим, совершает суицидальную попытку. Тогда тут как бы в любом случае, как минимум, его нужно дополнительно понаблюдать в больнице. Ну, я вот читала о том, что, с одной стороны, ОКР бывает достигать такого все-таки опасного немного состояния, когда есть импульсы и мысли о том, что, например, перебежать дорогу перед ведущей машиной, успеть, или там вот что еще, тот же самый вред причинить себе или близким, это же все-таки опасное. Ну, вот это и есть суицидальное поведение, да. Но, с другой стороны, это же мысль, что-то может быть опасного мысли. Нет, если уже попытки начались вдруг, допустим, если начались суицидальные какие-то попытки, то это показания уже как бы для изменения формы лечения с амбулаторной на больничную. Хорошо. Какие меры профилактики есть, чтобы предвосхитить, не допустить развитие этого ОКР? А что человек может сделать или подумать? Принятие себя, принятие своих мыслей, что, в принципе, у меня могут возникать различные, в том числе какие-то табуированные мысли, но это не значит, что я буду совершать такие поступки. Но тут как бы не всегда так срабатывает. Есть такой как бы скрининг шкала Еля-Брауна. Она как для специалистов есть опросник, так и для людей самоопросник. Можно такой самоопросник пройти и определиться для себя, насколько я склонен к ОКР или на каком сейчас у меня вообще этапе? Ну, там, например, какие там вопросы? Ну, там как раз различные вопросы по навязчивостям, навязчивым мыслям. Как часто я об этом думаю? Да, да. Все это вот. Частота, какие навязчивые мысли, какие компульсии. Там все это есть. Самодиагностика. Владислав, наш выпуск подходит к концу. Все-таки в завершении хотелось бы подытожить все вышесказанное в этой программе и в прошлой программе про ОКР. Давайте, может быть, дадим какие-то рекомендации нашим телезрителям о том, как быть более внимательным к себе, своему психоэмоциональному состоянию и вовремя поймать у себя ОКР и как поступить. Мое мнение такое, что если вы замечаете, что навязчивые мысли как бы не разные, а какая-то, допустим, для начала одна и та же навязчивая мысль, она у вас возникает по нескольку раз на дню, три-пять раз в день, имеет свойство учащения этой навязчивой мысли, появляется еще какая-то дополнительная навязчивая мысль, и это длится больше двух недель, и нету тенденции к уменьшению, а наоборот, есть тенденция к увеличению, то это повод для того, чтобы обратиться за помощью. По крайней мере, для начала, чтобы пройти диагностику этого состояния. Спасибо большое, Владислав. Пожалуйста. На этом выпуск подошел к концу. Это была программа «Разговор по душам». С нами был психотерапевт Владислав Андропов. Увидимся через неделю. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok